Привет друзья! Китай запустил на Марс ракету-носитель Чанчжэнь-5 с первым китайским аппаратом для изучения Марса Тяньвэнь-1. С этого момента начинается новая космическая гонка, но теперь вместо СССР оппонентом США выступает Китай. Ранее на поверхности Марса успешно работали только американские аппараты. Советские и европейские зонды либо разбивались о поверхность планеты, либо выходили из строя вскоре после мягкой посадки. К Марсу отправили сразу три аппарата орбитальный зонд, посадочный модуль и марсоход. Для запуска миссии на Марс использовалась модификация ракеты Чанчжэнь-5 со стартовой массой около 870 тонн. На преодоление расстояния от Земли до Марса уйдет 7 месяцев, после чего аппарат выйдет на высокоэллиптическую орбиту и в течение трех месяцев будет совершать маневры на орбите Марса. Затем посадочный модуль сядет на планету. Ожидается, что после входа посадочного модуля в атмосферу и до момента посадки в равнении Утопия пройдет около 8 минут. После проверки всех систем на поверхности планеты, марсоход покинет платформу и начнет изучение Марса. На марсоходе установлена топографическая камера с высоким разрешением для получения изображений поверхности планеты в формате 3D. Мультиспектральная камера для изучения состава грунта. Георадар, который может исследовать структуру поверхности до 100 метров в глубину. Анализатор структуры поверхности, который может распознать более 10 химических элементов. Детектор магнитного поля, а также прибор для метеорологических исследований. Основные задачи миссии Тяньвэнь-1 изучение поверхности Марса, исследование особенностей атмосферы, а также поиск следов жизни и изучение возможности колонизации планеты человеком. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр, мы осветим все.